Всем привет! По моему мнению, именно при обороне Москвы произошел переломный момент в Великой Отечественной войне. Мы не только отстояли свою столицу, но и одержали первую крупную победу над немцами, которая была нам так нужна не только армии, но и всему народу. Сегодня я вам расскажу 10 интересных фактов о обороне Москвы. Факт 1. В битве за Москву участвовало более 7 миллионов человек. И эта цифра включена в книгу рекордов Гиннесса, как самое крупное сражение времен Второй мировой войны. Факт 2. На взятие Москвы было брошено намного больше танковых и моторизованных дивизий, чем на взятие Франции, Бельгии и Голландии в сумме. Факт 3. Для затруднения фашистам прицельного бабометания в воздухе над Москвой висели сотни аэростатов. Их использовали повсеместно. Один из аэростатов спас сержант Веллигура, на посту которого от воздушного средства оторвался трос. Сержанту пришлось ухватиться за него, добраться до оболочки аэростата и выпустить газ через клапан. Приземлился герой в 110 километрах от места взлета. Впоследствии он был награжден Орденом Красного Знамени за спасение дорогостоящей техники. Факт 4. На войне не было военных или гражданских, помогали друг другу все. Так, в декабре 1941 года конюх из села Лишняги Иван Иванов завел 40 немецких автомобилей с провиантом и оружием в глубокий овраг в Белгородские сосны. Повторив подвиг Ивана Сусанина, герой погиб, а впоследствии был награжден Орденом Отечественной войны. Факт 5. Простая учительница из Красной Поляны тоже не осталась в стороне от происходящих событий. Именно она сообщила командованию Красной Армии о смене дислокации немецких частей с артиллерийскими батареями. Позиция 6. За время битвы за Москву в столичном метрополитене родилось 217 детей. Да и вообще метро стало подземным городом, в котором работали магазины, парикмахерские и другие точки услуг для населения. А на станции Курская даже работала библиотека. Факт 7. Во время битвы за Москву действовал указ о затемнении груза. Запрещалось включать свет в квартирах, домах, на улицах. Темнота стояла такая, что люди натыкались друг на друга в городе. Однако это помогало сбить с толку немецкую авиацию. Факт 8. Еще одни чудеса маскировки столицы. Постройка ложных зданий. Чтобы дезориентировать врага, были выстроены ложные кварталы города. Например, на Красной площади появились искусственные улицы. На стенах Кремля были нарисованы стены домов. А мавзолей превратили в дом с двускатной крышей. Факт 9. В московской битве противник потерял более 400 тысяч солдат. Больше 1300 танков. 2500 оружейных орудий. И 15000 автомашин. Потери другой техники якобы намного больше. Однако точных цифр на сей счет нет. Факт 10. В самые горячие дни, когда враги находились в ближайших подступах в Москве, в дивизии народного ополчения записалось более 100 тысяч человек. В это же время 250 тысяч москвичей копали противотанковые рвы. В основном это были женщины и подростки. На этом у меня сегодня все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Если понравилось, то поставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока. До новых встреч.